Работа полицейских не только задержание преступников, предотвращение правонарушений, погони и перестрелки. Это и воспитательная работа с подрастающим поколением. Экскурсии, беседы о патриотизме, классные часы. На одном из таких мероприятий, которые окружные полицейские провели для первоклассных, первой школы сегодня побывала и наша съемочная группа. Практически каждый месяц в здание ОМВД приходят дети и подростки, чтобы подробнее узнать, почему служба в органах опасна и трудна. Экскурсия начинается с демонстрации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Эта система необходима для поддержания правопорядка в городе, для предотвращения противозаконных действий, а также для расследования уже совершенных преступлений и правонарушений. Обычно при проведении таких мероприятий для детей и подростков задействованы сразу несколько подразделений полицейских. Самые юные экскурсанты – первоклассники, самые взрослые – 18-летние подростки. И для каждого возраста своя направленность. А кто знает, что это? Это пистолет. А какой пистолет? Маленький. Маленький? Правильно. Это его особенность, он маленький пистолет. Инспектор Руслан Ануфриев в оружии знает толк. Интерес к нему проявлял с детства. Сын охотника подростком с удовольствием посещал кружок ОБЖ. Там ребят учили обращаться с винтовками, автоматами и пистолетами. Сейчас рассказывает молодежи о новинках вооружения. Естественно, те виды оружия, которые поступают нам, более свежие поставки оружия. Это уже оружие с лазерными целеуказателями, оружие, которое вновь выпущенное и поставлено на вооружение в МВД. Стрельба из пистолета Макарова на стрелковом тренажере. Возможность посмотреть и потрогать спецсредства, находящиеся на вооружении правоохранительных органов. Полицейский шлем, бронежилет, палку, автоматы, нож разведчика. От обилия информации у школьников дух захватывает. Что тебе больше всего понравилось? Это АК-47. Что это такое? Это такой автомат. Причем не только у мальчиков. Девочки тоже живо интересуются полицейской амуницией. Представляют себя на месте блюстителей правопорядком. Потому что можно не усмотреть преступника, можно его не уловить, могут тебя убить. Можно стрелять ему в ногу, он не сможет убежать. По мнению полицейских, профориентационная работа нужна и важна. Она формирует у детей и подростков правильное отношение к блюстителям порядка, понимание ответственности за нарушение закона. Школьники, во-первых, видят, можно сказать, изнутри работу полицейских, с чем они, с каким оружием работают, какие служебные обязанности мы объясняем, исполняют сотрудники полиции принесение службы. Ну, я думаю, хоть немножко, но дети понимают, с чем связаны. Даже какие-то опасности, может быть, возникают при работе полицейских. Экскурсия закончилась, но уходить первоклассники не хотели. Ведь в работе правоохранителя еще так много интересного. Сотрудники полиции заверили ребят, что будут рады увидеть их снова и рассказать о других подразделениях.